Всем привет! Вы на канале с дядей Мишей давно очень не виделись. Извините, я был сильно занят, много дел, много работы. У нас уже близится полным ходом осень. В Киеве правда бабье лето, сейчас очень тепло, порядка 15-20 градусов, и так еще будет где-то целую неделю. Но тем не менее осень наступает и многие рыболовы, как я в свое время точно так же, задумываются над перчатками, в которых можно ловить рыбу. Не так давно ко мне попали перчатки компании Флагман, мне их подарили. Спасибо тем, кто постарался. Я не хотел у них делать сразу обзор, решил сделать обзор тогда, когда уже с их помощью что-то половлю. Не так давно я был на рыбалке, рыбалка была неудачная, поэтому видео не выходило на эту тему. Перчатки я уже опробовал и могу сказать, теперь с уверенностью, как бы проговорить плюсы и минусы именно этих перчаток от компании Ларма. Это модель Эмко. Это считаются спиннинговые перчатки, хотя я в принципе все время ловлю на фидер, и опробовал их как раз на фидерной рыбалке. Итак, по фидеру. Перчатка размер М, как я уже говорил, там есть разные размеры. Внутренняя часть перчатки покрыта таким непромокающим материалом. Я такой материал встречал на перчатках компании Норфин, у меня были полностью закрытые черные Норфиновские перчатки. Такое впечатление, что это один и тот же материал, честное слово. Он не промокает, это очень действительно удобно, удачное решение для фидериста, когда ты постоянно у тебя руки в прикормке, прикормка холодная, рыба мокрая, на улице холодно, осень и рука мёрзет сильно. И брать какие-то другие перчатки неудобно, потому что они не отмывают от прикормки. И в данном случае, а бывает прикормка с красителями. И в данном случае, перчатка, которая не промокает от такого штука, это большой плюс, это очень удобно. В описании этих перчаток есть такое, что, мол, вот эта сторона дышащая. Ну, не знаю, насколько она дышащая, но, по крайней мере, рука не потела, это точно. Очень удобные, мягкие, легко надеваются, в принципе, легко снимаются точно так же. Вот. Здесь закрывается она застёжечку, и всё, и вы работаете с прикормкой, набиваете. Ну, или если вы спиннингист, то, соответственно, бросаете, да? Вот. Перчатка, в принципе, не пачкает, потому что, когда ты набиваешь прикормку в кормак, у тебя работает вот эта часть пальцев. Вот. Это редко пачкает. Берём рыбу. Рыба, в принципе, ну, так скользит, конечно, она не может не скользить, но лучше, чем без перчаток. Хорошо то, что рука не мёрзнет. Это мне тоже понравилось. И то, что она не мокрая, это тоже большой плюс. То есть, сухие, не холодные руки, и ты себя чувствуешь достаточно комфортно, достаточно удобно. Легко в них перевязывать крючки, легко в них переделывать поводки, легко набиваются корма, удобно брать рыбу. Это вот из плюсов. В принципе, ну, я очень доволен, у меня были другие до этого. Китайские порвались, выкинули, еле-еле добил прошлый сезон. И я, в принципе, искал перчатки вот такие недорогие, достаточно неплохие. Они, кстати, тянутся, вот, поэтому, ну, это, так сказать, плюсы. Теперь по минусам данных перчаток. Ну, первое, что из минусов по ним, это слабые, как на мой взгляд, швы. Сейчас покажу, что я имею в виду. То есть, если мы, допустим, имеем в виду вот этот вот шов, вот он, прошитый, как вы видите, двойной, двойной ниткой. Если мы берем другие швы, то здесь есть нюансы. Какие именно? Значит, шов вот этот вот, вот здесь на стеке, он одинарный, и он шьется одинарной ниткой. То есть, если бы нитка была двойная, я бы не поимел проблем, которые поймел буквально сразу же, в первый же день, когда их надел, начал вот так вот надевать, вот так вот кинул перчатку, и она вот тут вот рвется на шве сразу же. То есть, это минус. Я, конечно, взял иголочку, ниточку, взял двойную нитку, и вручную это все дело ликвидировал, прошил здесь этот стык, и, ну, все нормально. То есть, я не стал там, так сказать, ожидать чего-то больного. Ну, вот так вот тянешь, оно разрывает. Может, я сильно резко дернул, я не знаю. Но факт такой был. Поэтому, конечно, если кто-то с компанией флагман когда-нибудь будет смотреть этот ролик, а иногда такое случается, то, ребята, обратите пожалуйста внимание на вот эти швы. Вот на второй перчатке, видите, уже тоже начинает развалить вот эта вот часть. Вот оно просто развалится. Это тоже надо брать. Я вот не знаю, вот сейчас, скажу, вот чистый возьму. Ну, это, нет, это двойная нитка. Нитка двойная, кстати. Вот я неправду сказал. Нитка двойная, но швы какие-то слабые. Или нитка двойная тонкая. Или качество швов, я не знаю. Но вот оно опять вот уже на другой перчатке вот тут уже полезно. То есть, это тоже вручную надо будет подшивать. Это типа, как вот, как новые жигули, когда покупаешь, да. Машина вроде новая, но в любом случае надо где-то какие-то гайки дотянуть. Где-то металл перекаленный, где-то он сырой, где-то прокладка положена криво. И это все нужно, так сказать, доводить вручную. Эти перчатки, может быть, у меня неудачная модель. Ну, в принципе, как неудачная. Она удачная, мне, ну, очень нравится. Вот. Но факт в том, что швы вот слабенькие, это да, есть такое. Но если руки не с пятой точки выросли, и ты умеешь пользоваться ниткой с иголкой, вот, то в принципе, это не проблема. Где оно разошлось, ты их хватил сразу и все, и забыл. Ну, но вот на этих, на левой перчатке, например, у меня здесь шов не разошелся, так как на правой перчатке. Может быть, я сильно дернул. Вот. Может, руки не из того места разошелся. Поэтому, если взять целиком и обобщить, то могу сказать следующее. Перчатки стильные, красивые, удобные, теплые, не промокают, мне нравится. Будете покупать, обратите внимание на швы. Ну, в принципе, больше никаких нареканий нет. Размер М-ка на мою руку, у меня не самая крупная рука. И мы возьмем стандартную чашку, там вот 300 грамм. Вот такая вот у меня рука, да, ну вот, если мы смотрим, так сказать, в это, для масштаба. Вот. Не самая крупная рука, поэтому, в принципе, М-ка будет то, что надо. Если у вас рука крупнее, то, соответственно, берите разноразмер больше. В принципе, вы не пожалеете. Если женщина брать, то брать на размер меньше, чем М-ку, там есть еще, по-моему, С, когда смол. Вот. Берите смол и тоже не пожалеете. Вот такое вот мое резюме, краткое по этим перчаткам. Смотрите, принимайте решение сами. Я никого не агитирую. Просто вам для информации. Ну и на этом, наверное, все. Счастливо. До встречи в следующем видео. Пока.